Доброго дня, это телеканал Самаргиз, вы смотрите программу «Хочу домой» о животных, бродящих и домашних, брошенных на улицах городов и о счастливых историях собак и кошек. Кстати, и у других животных, нашедших своих владельцев. Итак, что мы сегодня с вами увидим и услышим. Первое – это, конечно, видеовизитки. Три собаки нуждаются в своих владельцах, посмотрите, обратите внимание, может, кого-нибудь да и заберете к себе домой. Далее, небольшой сюжет о собаках, так называемых спинальниках, которым сделали все условия, чтобы они достойно жили. И беседа на актуальную тему «Закон Губернской Думы», принятой к основному закону через 98-му Государственной Думы об ответственном отношении к бродячим животным и меры, ограничивающие размножению бродячих собак на улицах городов. У нас в студии председатель Самарского областного отделения межрегионального движения «Будь человеком» Денис Морозов и адвокат Ирина Акулина, председатель Союза семей России по Самарской области. В настоящее время участвуют в защите интересов зооволонтеров и людей, которые против ограничений эвтаназии животных. Но и прежде напомню, что 26 марта 2024 года на заседании Самарской Губернской Думы был рассмотрен закон, вводящий ряд изменений в сфере обращения с безнадзорными животными. А 9 апреля он был принят под номером 28 Губернской Думой. Закон устанавливает меры по созданию на территории региона пункта временного содержания, где будут созданы комиссии из числа специалистов, оценивающие состояние собак по наличию агрессии и решаться вопрос их дальнейшего жизнеустройства. Здесь передача в приюты либо гражданам, либо применение эвтаназии. Ну вот по поводу последнего, то бишь передачи агрессивных собак частным лицам по закону не предусмотрено. Ну и еще одна мера. Это запрет организации прикорма никих животных в таких местах, как детские и спортивные площадки, на территории школ и иных детских учреждениях и вблизи них. Кроме того, вводится ответственность за организацию прикорма и нахождение стаи собак на организованных территориях, таких как гаражные массивы, стоянки, стройплощадки. Особое внимание при обсуждении было удлино поправки об умерщвлении безнадзорных животных. И у нас, естественно, первый вопрос. Ну, во-первых, сами-то вы имеете животных? Ну, естественно. У кого какие там собаки, кошки? У меня кот. Ранее были овчарки немецкие. Да вы что? У вас? Ну, у меня кошки, две собаки сейчас. Расскажите, что это за такая организация? Я вот совсем недавно она создана, да? Нет, организация создана несколько лет. Ну, мы сейчас, по сути дела, около года, то есть вот открыли отделение в Самарской области, которое я представляю. Данная организация занимается развитием, возрождением и защитой традиционных духовных нравственных ценностей. Ну, поскольку животные у нас тоже относятся к сфере нравственной, то есть гуманизма, то есть мы занимаемся и этим вопросом в том числе. А что конкретно вот в отношении животных вы делаете? Что там какие-то показательные выступления или там приезжаете на приюты, приюты? Ну, естественно, мы помогаем приютам. В основном у нас на данный момент наше движение занимается юридической помощью. Защитникам животным, владельцам животных, в том числе даже людям, которые пострадали от животных. На данный момент, то есть в основном у нас юридическая идет помощь. Ирина, расскажите, пожалуйста, вот что за иск сейчас, ну или там неделю-две назад был направлен в областной суд? Ну, у нас уже, да, в областном суде у нас обжалуется на соответствие законов федеральных те поправки, которые были приняты в марте Самарской губернской думой. У нас сейчас уже будет 15 июля третье заседание. Мы уточнили свои исковые требования. И сейчас мы уже говорим о том, что неправильно установлено именно расстояние от жилых домов, потому что не учтен градостроительный план. Там 100 метров, да? А сейчас какое расстояние? То есть в процессе судебного заседания выяснилось, что при принятии именно этого метража не учитывался градостроительный план. А расстояние таково, что нигде, получается, на территории Самары, кроме как в своей квартире, в своем частном доме, на своем частном земельном участке, там гараже и так далее, ну, кстати, там тоже пока до гаража дойдешь, нельзя кормить это животное. А пока получается, также непонятно, каким образом взяты расстояния от остановок транспорта, например, да, почему на 16-м метре можно, а на 15-м еще нельзя. И ответственность, опять же, тоже непонятно, как это все будет. Ну, насколько я понял, вот такие ситуации, когда, допустим, женщина достает кусочек колбаски, и, как правило, всегда, ну, я видел не один раз такие вот картины, такую картину, и человек просто отходит от остановки, там, метров на 5, на 7, и, там, бросает колбаску, и собака ест. Сейчас какие перспективы того, что все-таки будут изменения, вот, в этот законодательный акт? Во-первых, нужно обязательно, чтобы этот список был закрытым. Потому что у нас одни люди придумывают закон, а реализуют его совсем другие. И здесь уже может быть интерпретация какой угодно. Поэтому, если это общественное место, должно быть четкое перечисление общественных мест, чтобы это был список закрытый, а не до бесконечности придуманный исполнительным. И, соответственно, будет меняем... А насколько вот, все-таки, вот этот закон Самарской губернатской думы, он, ну, как-то отвечает требованиям нашего времени? Я считаю, что... На ваш взгляд, именно, не с точки зрения, что его надо критиковать, да? Критиковать все можно, а все-таки его полезность. Ну, во-первых, мне кажется, наш 21 век, это самое главное, что должен быть век гуманизма. Самое главное, у нас был очень кровавый 20 век, и вроде бы уже у нас в космос все летит, но до сих пор у нас какие-то первобытные законы принимаются в отношении животных. Если мы посмотрим историю современных и даже несовременных маньяков, то есть все начиналось именно с животных. Именно с детства они издевались над животными, когда вы вырастали, стали издеваться над людьми. И если мы в нашем обществе сейчас будем прививать такое антигуманное отношение к животным, получается, психологи, например, я как адвокат по семейным делам могу сказать точно, что, например, если для ребенка... Подождите, это хорошо. А если... Да, сейчас вам это скажу. Вот смотрите, у меня было дело, когда отчим угрожал ребенку тем, что он убьет его кота. Для психологов это говорит о том, что убьет самого ребенка. Угроза животному ребенок воспринимает как угроза самому себе. Со временем мы черствеем, да, и уже не так это тяжело воспринимаем. Как объяснить ребенку в 6-7 лет, в 10 лет, что кошечка там или собачка хочет кушать, но ты не должен ее кормить. Да, она же мама умрет от голода и так далее. Какое мы общество получим через 10 лет? Об этом надо думать. Послушайте, в 80-х, 90-х годах, когда у нас было спецавтохозяйство на улице Желявого, туда, ну, да, скажем так, под покровом ночи привозили собак. Естественно, понятно, что их умышляли там через какое-то время, они содержались. Естественно, негуманным способом я это видел не один раз. Но все-таки, как бы, все же собак было меньше, и покусов было меньше, и народ был добрее. Ну, вот, кстати, если говорить про улицу Желявого, сейчас, да, Ксакова, при мне была ситуация, что привезли туда кошечку, которую хотела хозяйка просто так ее усыпить, и меня порадовало, что ветеринар сказал, вы знаете, я этим не занимаюсь, вот, хотите, какое-то другое место, но здесь этого не будет, я здесь лечу животных. Время прорываться на не менее интересную тему нашей программы о животных. Это видео-визитки, посмотрите информацию о собаках, которым мы ищем новых владельцев и свой дом. Обратите внимание на этого красивого гладкошерстного пса по кличке Мерлин. Нашли его в прошлом году замерзающего на территории одного из дачных массивов в пригороде Самары. Псу повезло, так как сумели устроить его приют твои друзья. Год назад ему было около шести месяцев. Это был ворчливый, вредный щенок, который боялся людей. Теперь это активный, прыгающий, веселый парень, готовый поиграть. Собака-обнимака, собака-целовака, но в то же время он свою территорию охраняет. Он рычит, он гавкает, хотя людей кусать не пытается, слава богу. Вот, поэтому любой сможет быстро найти с ним общий язык. Собака хорошая, активная. Обратите внимание на этого пса. Возьмите Мерлина домой, передайте информацию своим друзьям и родным. И тогда собака принесет массу удовольствия, массу положительных эмоций и очень быстро заставит себя полюбить. Обращаться по телефону 8-917-164-59-72. Чёрная с белым пятнышком на груди собака ищет себе хорошего, доброго хозяина. В первые минуты с недоверием принимает посторонних людей. Однако по истечении часа уже спокойно относится к новому человеку. Может с ним гулять рядом, не отходя далеко. Зовут собаку Коалла. Ей около двух лет. Очень добрая собака, ручная, ласковая. Так как с ними постоянно приходят гулять волонтёры, она привыкла уже ходить на поводке, что будет плюсом, несомненным, для нового хозяина. Она небольшого размера, что для квартиры также играет роль. Конечно, любит детей, любит, когда они приходят, с ними играют. Ну и надеюсь, что когда-то, рано или поздно, она обретёт себе свою любящую семью. Заберите домой собаку по кличке Коалла. Ей очень хочется уйти из приюта. Обращаться в 8-927-266-3565. Маленькая, с висячими ушками, чёрная, как смоль, щенок по кличке Багира ждёт своего владельца. Сейчас щенку около четырёх месяцев. Она любит всех людей, она готова общаться со всеми, особенно играть с детьми. Она хорошо контактит с другими животными, и с кошками, и с собаками. Мне душа ляжет к этой собачке у любого человека, любому она понравится. Именно за свою весёлость, именно за свою открытость. Вот, и гулять, ой, гулять, 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 гулять. Вот это мы очень любим. Мы любим играть, мы любим гулять. И самое главное, что мы все ядные, мы не разбираем. Ещё нам дают сухой корм, влажный корм, домашнюю еду. Нам всё равно, мы едим всё. У этой собаки по кличке Багира должно быть счастливое будущее. Заберите её из приюта. Она очень ждёт своего владельца, доброго и ответственного. Обращаться по телефону 8-917-164-59-72. Вопрос. Ну, а как вы считаете, насколько пользуют от этих мер и закона, принятого в 2018 году, который об ОСВВ? У нас отлов вот в Тольятти. Они добились того, то есть такое сокращение численности безнадзорных животных по программе ОСВВ, что их, по сути дела, тем самым они нарушили городскую экосистему. И в Тольятти пошли лисы. Больные бешенством. Больные бешенством. А собаки это... Дело в том, что животные, собаки, кошки это искусственный барьер. Да, барьер. Потому что собаку, кошку можно привить от бешенства. А как прививать диких животных, которые идут в города? И человека нельзя привить. Вот. К тому же нам нельзя отстреливать лис. Потому что если мы отстреляем лис, в город хлынут эти... Мыши. 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 А я как раз к истории откачиваюсь. Вы знаете, что когда блокадный Ленинград освободили, со всего Союза туда везли кошек. Потому что все животные погибли или были съедены, к сожалению, и пришло... И очень много было крыс. И со всего Союза прям свозили кошек. Причем голодных. Ну, пока ехали, конечно, я не думаю, что их, да, кормили. Но это... Экосистема, это серьезно. Вот представим себе, да, мы... После укуса человек может делать прививку, но не может сделать ее заранее. Зато мы можем делать прививку собаке, кошке, любому домашнему животному. И если происходит укус лисы, то такая собака будет барьером. А если будет напрямую, то это у нас мы с очень большой проблемой можем столкнуться. И вот по программе ОСВР... А у меня вопрос. Вот в интернете ходит очень много, большое количество роликов, ну, реальных фактов, когда собаки нападают на людей, на детей и так далее. Когда вот собака идет и неожиданно напала, допустим, на женщину. Ну, это ролик, который я вам показывал перед началом, да, или, допустим, на детей. А что делать с такими собаками? Ну, во-первых, мы же всегда видим... Они же агрессивные. Нет, смотрите, к сожалению, мы всегда видим видео с момента, когда уже происходит укус. Его как-то отрезают. Что было пред этим? Ну, если вы... А смысл показывать до того, допустим, как человек шел, там, пять минут, да, я вот этот смысл показываю? А хотите, расскажу статистику, на самом деле, вот если мы возьмем на всю самарскую... Статистику, а на кем подкреплено? Именно укусов, укусов, статистики. То есть, когда приходит человек, допустим, на прием, приемный покой, например, да, с укусом, и говорит, его опрашивают, как все произошло, да, выясняется, что 80% случаев это либо своя собака, либо собака друга. И бездомных собак там очень-очень маленький процент. Это говорит о чем? О том, что у нас культура в этом отношении очень низкая. А в советские времена была очень правильно сделана программа ДСААФ, обучение. Все собачники знали, что можно, что нельзя, что собака, по факту, это как бы оружие. Да, и нужно, когда ты хозяин, ты вообще ответственность несешь. Ну, то есть, я так понимаю, чтобы за то, чтобы все вот эти общества, клубы и так далее, их надо сорганизовать, и чтобы была общая концепция воспитания положительных каких-то навыков, управления собакой, содержания собак и так далее. Здесь уже все придумано. В общем-то, в советское время было очень грамотное. То есть, собаку просто вот так сейчас, как сейчас легко, ее нельзя было купить. В общем-то, это было более сложно, это было дорого. А сейчас, пожалуйста, за 500 рублей купил и делай, что хочешь с этим животным. Я сама была вот в одном из самарских развлекательных, скажем так, турбаз. Там много собак, маламуты. Все собачки такие ласковые, хорошие, а одна агрессивная очень. Она попала просто в свое время в плохие руки, и теперь полностью у собаки наружная нервная система. Потому что ее... Над ней работали, как над Басевской собакой, маламут. Хорошо. А вот та самая фраза, которую часто мы слышим от зоозащитников, что это жестокие люди, что везде и всяк, все выкинули собаку, жестокие люди, которые они вот завели. Но ведь 90% на улицах городов, это не собаки, которых выкинули, да, даже больше, там 95%, а именно те, которые родились под открытым небом. Это уже те собаки, которых не успели отловить. Смотрите, с чем мы столкнулись. Вот эта программа, которая была разработана в 2018 году, она очень умудрая, умная, хорошая. И даже прокурор сейчас в Конституционном суде при рассмотрении как раз аналогичного закона, как у нас в Самарской области в Бурятии, сказал, что эта эвтаназия – это нарушение. И это противоречит, нарушение пункта 11, статьи 16, вот как раз того самого федерального закона об ответственном отношении к животным. Она противоречит, то есть это уже есть. И я думаю, благодаря этому у нас тоже по эвтаназии будет отмена. Нам нужно всего 5 лет, если мы стерилизуем всех, кастрируем. Через 5 лет у нас не будет бездомных животных. Как вы считаете, сейчас собака меньше на улице нашего города стала? Значительно. Ну, я могу подтвердить, что собак стало значительно меньше, потому что даже сегодня я созванивался с департаментом городского хозяйства, и мне действительно подтвердили, что по сравнению с 2023 годом заявок на отлов животных, бродячих собак с улиц нашего города стало на 20% меньше, чем, допустим, в прошлом году. Да, закон работает. Ну, да, может быть, он и работает. Все-таки порядочные люди там тоже работают, которые выполняют правильно свои обязательства. Итак, время смотреть сюжет. На весенней выставке мы снимали сюжет о мероприятии и сняли информацию, о которой поделилась с нами один из организаторов ветеринарного центра и приюта о собаках, так называемых спинальниках. Давайте посмотрим, что у нас в этом сюжете. В народе сложилось устойчивое мнение, если собака травмирована, да еще и безнадежно отказали задние лапы, то собаку, как правило, приговаривают к автоназии. Мало кто желает иметь возле себя покалеченную собаку, которую жалко, от общения с которой больше негатива, чем позитива. Таково мнение немалой доли людей, все-таки любящих животных. Однако это мнение в последние годы меняет Центр реабилитации животных приюта «Флагманвет». И на последней выставке бездомных и беспородистых собак был представлен необычный проект. Мы уже второй раз выставляемся с проектом ветеринарии катастроф. Таким образом мы решили обозначить одно из основных направлений нашей деятельности – это реабилитация тяжело травмированных бездомных животных. В основном этим никто не занимается, потому что бездомные животные – это достаточно специфическая категория пациентов. И те травмы, которые они могут получить на улице, очень сильно отличаются от того, что может получить, например, домашняя собака. Как правило, это тяжелые травмы конечностей, скальпированные серьезные раны, это переломы позвоночника и реабилитация этих пациентов и адаптация их в жизни. Собственно, вот в этом и состоит суть нашего проекта. За последние два года уже сохранено около 50 жизней животных, которых в обычной клинике приговорили бы к эвтаназии. И флагман ПЕТ уже доказали, что надежда у собак, даже не имеющие показания к дальнейшей жизни, все же умирает вместе с животным. Когда действительно сделать уже ничего не в силах. Насколько вот удается процентным соотношениям, удается восстановить все-таки собаку в той или иной степени? Не случайно, у меня на толстовке написано «Десятая жизнь». Эти толстовки мы сделали специально для проекта «Ветеринария катастроф». Посыл следующий, что у животных действительно уникальная способность выживать. Но вот эту самую «Десятую жизнь» дарим именно мы, команда «Флагман Ветеринария». Потому что если заниматься, если не отчаиваться и пытаться сделать все возможное, даже самых тяжелых пациентов можно поставить на ноги. А процент выживаемости благодаря работе нашей команды, конечно, сейчас колоссальный. То есть это 85-90 процентов. Да, есть какой-то процент, которым мы помочь не сможем. Но большинству удается. Удается. И в доказательство этого на улице города можно увидеть радостных собак в инвалидных колясках, которые легко передвигаются на передних лапах, рядом с которыми находится их счастливый владелец. Думаю, она у нас цирковая собачка будет выступать в цирке. Молодец. Нет. Нет. Классник. Молодец. Мы продолжаем наш разговор. И все-таки эвтаназия – это мера вынуждена. И она все-таки имеет место быть? Или все-таки мы можем избежать этой меры? Эвтаназия и… За рубежом, во Франции, в Германии, во многих странах, где я был и тоже сталкивался с этим, что там 30 или 60 дней собаку передерживают, потом либо отправляют в частные приюты, если они востребуют какой-то приют, запросить эту собаку к себе, да? И все-таки там собаку сыпляют. Вот эвтаназия имеет место быть, если созданы правильные методики. А у нас сейчас вышли методики, буквально месяц назад, они в официальных данных. Так вот, по этим методикам даже самый милый маленький тойтерьер будет признан агрессивным. Ну как агрессивным? Если собака, допустим, я захожу в вольер, и она кусается и бросается на меня. Дело в том, что вы кинолог, вы в этой теме, а есть вот эти методики, там будет не так много таких грамотных людей, как вы, они будут следовать этим методикам, которые как раз определяют, каким образом определить, что собака агрессивна. И там методики направлены на все, чтобы собака агрессивно себя вела. Ну, например, собака голодная, ей дают еду, а теперь забираем у нее еду. Как она будет реагировать? Садись спокойно. У нас, допустим, в системе, насколько я вот и сам пользуюсь, в системе Российской кинологической федерации есть уже так называемый тест Т1, Т2, когда собака проверяется на социальную безопасность. И там все очень хорошо говорится, и все видно, что когда собака проявляет агрессию, когда нет, и, соответственно, она уже Т1, Т2, или вообще собака не прошла этот самый тест. Но вот эти методики, которые конкретно к этим поправкам разработаны, они негуманные. Негуманные. Они не имеют научной основы. Да, их разрабатывали совсем не кинологи. И к тому же я должен дополнить. А кто должен рассматривать, вы говорите, не имеют научной основы? Это зоопсихологи. Зоологи. Это раздел зоологии. И они не имеют такой практики, как, допустим, те же самые кинологи, либо биологи, которые непосредственно принимают участие и наблюдают за собаками. Дело в том, что кинолог тоже не является специалистом в сфере безнадзорных животных. Почему? Поскольку кинолог в основном работает с домашними, то есть с животными, которые имеют владельца. Он, по сути дела, дрессировщик, он воспитатель собак. К тому же, в чем еще в данном законе есть большая поправка. Дело в том, что те же методы применяются для определения агрессивности кошек. Это вообще разные. Вам не кажется, что это недоработка? Нет такого понятия немотивированной агрессии. Агрессия всегда мотивированная. Есть понятие социализированное животное или несоциализированное. И это определяется только наблюдением. А вы согласны или не согласны о том, что все-таки у каждой собаки есть свой генетический код и своя предрасположенность к той или иной мотивации? Здесь агрессивно есть агрессивно. Хорошо, возьмем простой пример. Очень коротко, потому что у нас время уже... Вот, допустим, немецкая овчарка. Она всю жизнь дрессировалась нести караульную службу. Как она должна реагировать, если ей предлагают еду чужой человек? Но ведь в законе это прописано, что это мотивированная агрессия, которая... По нашему положению это получается... То есть если она огрызнется, если ей будут навязывать еду, это проявление агрессии. Ну, в законе это же прописано. А если она потеряется и не найдет хозяина? В данном случае собака ведет свои охранные функции. Там хорошо прописано, что такие собаки не являются немотивированной агрессией. А если она потерялась? К тому же, кто состоит... Она не охраняет, я вас уверяю. Ну, у меня тоже свой опыт есть в этом. К тому же, кто определяет агрессивность и неагрессивность? Вы говорите, комиссии специалистов. Во-первых, кто проверяет квалификацию этих специалистов. Второе. Эти специалисты являются заинтересованными лицами, поскольку они являются сотрудниками этого пункта временного содержания. Там не сказано этого. А это следует из самого закона? Там не написано в законе это. Ну, там и не написано. Ну, дело в том, что... Там не написано вообще о составе специалистов и из кого он формируется. Ну, да, но он формируется в основном руководитель пункта. Откуда его брать? Да. Ну, руководитель, ветеринар и кино. Он должен принимать участие. То есть у нас законом... То есть не прописано, что, допустим, должна быть какая-то независимая экспертиза. Ну, допустим, вас пригласили. Вы знаете, очень интересный разговор. Такая жаркая такая беседа. Но, к сожалению, время нашей программы завершилось. Очень важная и горячая тема, да. И мы будем дальше обсуждать и наблюдать за развитием событий. А в финале хочу обратиться к жителям города. Просьба, делайте замечания, если вы увидели факт жестокого обращения с животными. Буквально вчера во время занятий владельцев с собаками на площадке для дрессировки и в угла собак на улице Владимирская Чернореченская. Вечером неизвестный мужчина лет 25-35, может и моложе, перекинул через ограждение площадки высотой под 3 метра сумку, в которой был такой вот красивый рыжий кот, ухоженный по виду домашний. Мужчина, естественно, пустился в бега, а вот по своему маршруту человек успел сделать пару фотографий. И мы успели как бы снять этого кота, но, к сожалению, он у нас дальше пошел туда, куда глаза глядят. Я думаю, что он домашний. Вот такая информация. Может кто-то ищет этого кота. Ну, а мы говорим до свидания. Всего вам доброго и мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok